Апелляционная инстанция оставила в силе приговор 17 лет колонии для Коломка Саманбек, которую признали виновной в убийстве своего 10-летнего брата Леона Серегбаева. 21-летняя студентка требовала признать ее невиновной. В свою очередь, родители Леона попросили дать родственнице пожизненный срок. Эта история получила резонанс на всю страну. В сентябре в Караганде пропал третиклассник, а через два дня его обнаженное тело нашли в выгребной яме туалета под ворохом листьев. Одновременно с пропажей ребенка исчезла норковая шуба его мамы. Суд выяснил, что девушка украла шубу и увела мальчика из дома, а потом, заметая следы, зверски убила его в доме своей родственницы. Тело спрятала, вещи сожгла, а шубу сдала в ломбард, выручив за нее всего 70 тысяч тенге. Отец Леона уверен, что убийцу не исправит и колония. У Коломка с не было жалости. Она не раскаивается сейчас, посадимым, она не раскаивается потом. Я считаю, что она, когда будет свой срок наказания, она не изменится. Поэтому такие люди опахнут для общества. Адвокаты осужденные сегодня уверяют, что явных доказательств ее виновности нет, а признание у Коломка с полицейские выбили силой. Весь судебный процесс девушка вела себя вызывающе, кричала на свидетелей и отрицала даже явные доказательства. Кроме того, в суде стало известно о пропавшем собственном ребенке Коломка Саманбек, которого она родила больше года назад и о котором не знали даже родители. Поиски полиции так ни к чему и не привели. Сегодня уже состоялась апелляция еще по одному громкому делу погибшего Артема Антонова. В июне прошлого года 18-летний парень впал в кому при загадочных обстоятельствах, а через три месяца умер. Его родственники уверены, что парню проломил голову 17-летний сосед. Однако до стана Алдыханова суд приговорил лишь к двум годам условно за причинение смерти по неосторожности и выплате около полутора миллионов тенге родственникам погибшего. И потерпевший, и осужденный подали на апелляцию, но суд оставил в силе прежнее решение.